Любовь Любовь – это все-таки энергия. Все на природу смотрят и радуются, потому что это сотворено с любовью. Ты когда сюда ехала, ты о чем думала или когда книги читала? Я раньше просто думала о здоровье, что это просто для здоровья полезно. А потом я узнала, что это не только для здоровья, что это еще… Говорят, что даже если спать под открытым небом, то идет какая-то связь, и тогда даже какие-то знания в человеке открываются. Ирке, например, скажи вот моей сестре. Скажи, что вот я хочу поехать, допустим, да, она же не поймет же. Потому что ну как-то так, ну как это так, ты куда-то поедешь? Магазинов нету. В кино не сходить, там новости не посмотреть, не послушать, да. Ну не то, что мы же не будем здесь постоянно жить безвыглазно. Когда мы с мужем встретились, он как бы вообще с природой был не близко знаком, то есть это я его природе приобщилась. И буквально через три года нашли в Изовом гору. Буквально за два дня мы позвонили, собрались, то есть взяли там палатку, все, что у нас было, и с детьми, и поехали сюда. Нам тут так понравилось, что мы решили остаться. Место очень красивое. И мы спросили, есть ли земля в наличии. И как раз оказалось, что одна единственная гектар осталась. Муж сразу уволится с работы. Мы уже приехали основательно, чтобы подготовить участок. Плюс, значит, у нас квартира, мы ее будем продавать. Вот, то есть на эти деньги мы будем строить дом. Многие считают, что это просто секта, вот именно, да. Это какая-то такая своеобразная секта. Тобое поместье, это когда у тебя есть гектар земли, который обсажен лесом. Есть пруд, стоит дом, где у мужа и жены есть свое пространство любви, в котором растут их дети. Вот ладушкина рябина. Так, а где ладушкина плацента спрятана? Рябинка ладушкина, а вот здесь кедрик надо найти, где-то тут должен быть. Все деревья, все растения создают вот это пространство любви. Когда есть родовое поместье, очень много времени тратишь, очень много мыслей о том, как это будет. Ну вот, наше соломенное царство государства. Соломенное земледелие, или пермакультура, или органическое земледелие. Солома сохраняет влагу, то есть не надо столько поливать растения. Мы не копаем землю. Все микроорганизмы размножаются, и опять же, повышают плодородный слой. Те приезжают, те же дачники просто дивятся, как это так все растет. Каждые выходные приезжают люди. С Коми приезжали, вот буквально две недели назад. С Германии пара, прямо на своем автомобиле. Мы готовы переехать с контейнером. Вот, прямо вот завтра. Нам только, у нас трое детей, мы готовы переехать. С Питера много, с Москвы приезжают. Ну, а уже наши близлежащие. Вообще, наш поселок у нас же там и с Оршей, и с Новополоцком. Вот, с Борисова, ребята. То есть, настолько наполнены разными совершенно людьми с разных местечек. В нашей мастерской мы возрождаем леные одежды. Потому что лен, это же настоящий натуральный материал, который носили наши предки. И мы шьем одежду в народном стиле, в современном стиле. И потом вышиваем ее. И закладываем обережную силу. Это вот мужской алатырь. Это вот мужская сила в нем заложена. Оберег мужчине своему. Вот раньше предки наши всю одежду, они вот так окантовывали каким-то цветом. Или вышивкой. Это как бы оберег. Вот у женщин на юбках, а у мужчин по рукавам было. И вот по концу рубахи. Символ семьи, да. Символ любви. Символ именно взаимодействия между мужчиной и женщиной. Вот древо рода посредине и две птички. Мужчина и женщина. Нет у нас ни интернета, ни телевизора. Радио было, но мы его так и не включали. Оно просто стояло для мебели. Отказались. Ну, от горячей воды, например. Узнала вот про отказ от мяса, вегетарианство. Я решила попробовать. Посмотрела вот по себе, что на самом деле результат есть. То есть и здоровье лучше. С работы я ушла, я никому ничего не сказала. Я живу, я никому не рассказываю, потому что я знаю, что меня не поймут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...